Может быть, ты не делаешь в отношении меня чего-то хорошего, но начинать надо с того, что не делать другим плохого. Или, как еще раз повторяю эти слова, не делать другим того, чего не желаешь себе. У нас в семье много лет назад произошел такой случай. У нас тогда еще только было два ребенка, мы были молодая семья, у нас были первые наши старшие две девочки, Ирина и Кристина, и они были еще небольшими. Я помню, вот я буквально недавно как-то вспоминал это событие, это происшествие, хотя я его запомнил на всю жизнь. И было тепло, такая же хорошая погода, теплая. И мы решили собраться как-то, взять палатку, поехать на какой-то водоем. Это было посредине недели, поэтому людей не так много, как в выходные, например, да? Мы взяли палатку, погрузили в машину, поехали на одно из водохранилищ нашей области. Мы приехали, там что-то жарили, купались в воде, поставили палатку, и мы решили, что мы переночуем, а завтра уже уедем домой, то есть решили на берегу водоема отдохнуть, поиграть, почитать. И мы играли, мы ужинали, мы купались, и уже такие были усталые, уже там сидим такие у костерочки, и уже вечер, уже темнеет, мы собираемся уже спать, и наши девочки маленькие взяли какую-то книжку, чтобы читать все вместе вслух, там мы читали, что-то разбирали. И тут уже темнеет, мы уже готовимся спать, и тут в это место приезжают несколько машин, веселые очень компании каких-то друзей, и эти машины буквально окружили, это была одна компания, они чуть ли не окружили все, помнишь этот случай, да? Всю жизнь мы это запомнили. Окружили нас, с криками, визгами выходит компания, там какие-то разные люди, начинают орать, кричать, врубили громко музыку какую-то, и, в общем, понеслось у русских веселье. Только музыка орет, пьют, жарят шашлыки, ну, это же наш отдых, что такое отдых? Это нажраться и шашлыков нажарить, вот это у нас такой традиционный. Ну, и в речку пьяными полезь, естественно, вот. И лезут, вот. Я пытался как-то с ними общаться, говорит, слушайте, мы приехали, мы тут уже, у нас дети маленькие. Те очень быстро уже напились, и они ничего, ничего, ничего. В общем, все были невменяемы, ходили, орали, кричали, и, в конце концов, с ними какие-то, ну, их было много очень, вот, что с ними делать, не знали. Мы старались уснуть в этой палатке, мы лежали и так, и сяк, и всяко, но не могли уснуть, вот. И в итоге где-то в 4 утра мы решили, мы сейчас все соберем палатку, погрузим и уйдем, потому что спать здесь невозможно. А они где-то уже к 4-5, они как-то уже подуспокоились. И я помню, мы собрали палатку, я еще такой говорю Диане, давай, говорю, я сейчас дверь открою и врублю громко какое-нибудь прославление сейчас, вот. Просто как вот это. Ну, на что, ну, у мужчин бывают какие-то тупые идеи в голову приходят, вы знаете, да? Поэтому Бог дает женщин, чтобы это как-то притормозили от мужских глупостей. Вот. И мне тогда Диана сказала, говорит, ну, слушай, ну, неужели мы такие, как они? И я понял, нет, мы не такие, как они, поэтому мы не стали их радовать утренним прославлением. И мы просто заклядели где-то в 4 часа, уехали досыпать дома, вот, скажем так. И вы знаете, вот этот случай как-то вот, он был, да, лет 20 назад, наверное, он где-то был. И я его так хорошо запомнил вот на всю свою жизнь. Потому что когда вот с того времени я думаю о каком-то махровом эгоизме, хамстве, отсутствии полной эмпатии, там, что другое, там, когда наплевательское отношение к ближнему, полное равнодушие, какой-то, как я говорю, вот это эгоистические какие-то вещи. У меня прежде всего возникает вот картина вот этой компании. Потому что, вот, я не знаю, как-то я часто, я вроде бы не художник, но мыслю часто картинками. Для меня как-то в одной проповеди рассказывал, любовь это такая большая картина с фруктами. Помните, да, я вам рассказывал эту историю. А вот для меня хамство и эгоизм это вот эта вот компания, которая приехала поздно вечером и орала чуть ли не там, не всю ночь, вот это веселье. И, вы знаете, и вот я думаю, что каждый из нас сталкивался, и неоднократно наверняка, с подобными вещами. Потому что вот какое-то такое яркое, наверное, самое яркое во всей моей жизни было вот такое отношение какого-то хамства, эгоизма в мой адрес, полное непонимание наплевательского отношения. Но вот это отношение вот этой компании я встречал всю свою жизнь в той или иной степени, в разных местах там. Когда там могли кто-то там за стенкой веселиться в пятницу вечером, да, или в субботу вечером спать не давать. Вот хамское отношение в магазинах где-то, в очередях или еще где-то. То есть это то, с чем мы, ну, вот сталкиваемся повсеместно. Вот это отношение такое. И вот такое хамское отношение. И вот мы приходим в церковь, мы приходим в Дом Божий вот с таким грузом, да, вот с таким вот этим эгоизмом, неумением понимать ближнего, нежеланием понимать ближнего. Часто с хамским отношением, а что такого, у нас всегда, у нас там, как мне одна сказала, а что, Виктор, у меня дома только матом все детство и говорили. И я могу понять ее, когда вырос в семье, где там только матом все детство и говорили, ну, не тонкий ты вырос человек, прямо скажем, не тонкой душевной организации, да. Вот, и мы видим вот эти моменты, вот такое, да, и вот мы все собираемся, мы все приходим в церковь, и Бог нас, то, что стремится сделать, это преобразовать. Не случайно христианство называется новым творением, да. Как говорит апостол Павел, я новое творение во Христе Иисусе. Все старое прошло. Обращение к Богу называется рождением свыше. То есть это словно ты переродился, да, возродился для новой жизни, для жизни с Богом. То есть это прежде всего внутреннее переформатирование и изменение, внутреннее преобразование человека, который стремится быть учеником Иисуса Христа. И уловка дьявола в том, что дьявол стремится, чтобы ты сохранил все это, свой эгоизм, свое наплевательское отношение к ближним, к окружающим, просто все это как бы одел в такие христианские одежды. То есть понабрался христианской лексики, научился вот так вот разговаривать с христианскими терминами, знаешь, чем благодать отличается от милости. Вот, очень-очень хорошо понимаешь такие тонкости. Вот, у тебя есть свое мнение там в отношении предопределения или свободная воля. То есть ты как бы можешь понабраться где-то в разум, в лексике можешь разной понабраться всевозможной. И ты вроде бы такой человек, да, но эгоизм остался, и получается некая карикатура, когда оболочка, да, знаете, как вот в Ветхом Завете, да, голос был чей? И Иакова, а руки? И Савва. Точно так же, да, как будто мы маскируемся, и мы как бы подделываемся под таких людей, которые должны быть благословлены. Но вот изнутри до сих пор идут вот этот старый эгоизм. Этот эгоизм проявляется. Этот эгоизм научили очень хорошо как-то маскировать там человек веры. Обычный эгоист, который, вот я это, я это. И такие люди, ты с ними встречаешься, верующий человек, он только про себя рассказывает. Мне Бог это дал, мне Бог тот дал, где Бог там помог, мне Бог тут сделал. И вроде бы человек говорит о том, что Бог сделал в его жизни, и это должно наполнять, но порой это не наполняет совершенно. Потому что ты понимаешь, что Бог здесь это лишь общий фон. А главный действующий персонаж это он, это его Бог благословил, это ему Бог ответил. И вот мы вот с таким вот этим нашим яконьем приходим и начинаем молиться. Бог мне вот это надо, вот это надо. Я не для себя хочу, хочу великим помазанником стать. Мир спасти Бог не мне надо, тебе надо, да? И такое чувство, что Богу надо, но за всем этим сквозит опять твое, твое вот это я, свое я. И мы порой вот с этим я живем, раним друг друга, своим хамским отношением, своим безразличием, одетым в духовные одежды, да? На домашних группах, когда там собираемся. Сколько вот этих неприятных трений бывает, что некоторые верующие я в разных церквах встречал, да? Не только там в нашей, в разных. Они предпочитают прийти чуть-чуть позже, чем началось собрание, и уйти чуть-чуть раньше. И ты думаешь, что ты все время приходишь чуть-чуть позже и уходишь чуть-чуть раньше? А чтобы не соприкасаться с другими верующими. Почему? Ну вот это вот, не просто у нас вот эти вот терки наши, да? Наши соприкосновения. Раним друг друга своим эгоизмом. Все вроде бы говорим о Боге, о делах Божьих в нашей жизни. Но трудно нам состыковаться как-то вот в этом всем, да? Как бы каждый как-то Бога как это одеяло на себя тянет, да? И как бы каждому кажется, что, ну, Бог меня-то понимает. Он же знает мое сердце. Он знает все. И даже когда я что-то вот не то сделал, ну, Бог понимает, почему я это не то сделал. Мне непросто было. У меня такие испытания были. Он не сходит к моей немощи, к моей слабости, там. И мы всегда себя оправдаем, да? Ближнего нет. Ближнего мы никогда не оправдаем, да? И вот это вот отношение, которое у нас есть, да? Бог прежде всего с ним стремится работать. Он хочет изменить нас, сделать другими людьми. Людьми, которые учатся, как Он, да? Чувствовать своих ближних и любить своих ближних, как самого себя. И поэтому, когда мы говорим вот о Слове Божьем, о молитве, ведь драгоценные по существу, и Слово Божье, и молитвы, это не просто Слово Божье, чтобы ты там подначитался, библейские истории знал, а молитва, чтобы у тебя то, то и то было. Цель этих двух инструментов, главных двух инструментов христианской жизни, Библия, Слово Божье и молитва, цель – это преобразовать нас и научить нас любить. Редактор субтитров А.Семкин